Девушки отдыхают Да, да, это все сказывается, конечно Это вот настолько уникальна наша планета Настолько рассчитано все с такой точностью Вот именно вот, если бы был толщий озоновый слой Ультрафиета бы не было, ультрафиет тоже нужен для Земли То есть для растений нужен все Вот многие растения, если у них нет ультрафиета, у них не включается следует фаза Фазы в тени, то есть он растет, все стиль начнет Потому что нет сочетаний этих озонов То есть все должно быть разумно, в норме и размерено Так если 3 мм озоновый слой, а восстановление происходит, за какой срок? Ну там везде, это еще изучают и изучают, кстати, очень слабо сейчас Потому что у нас, вот я знаю, у нас в ГГО там работают в основном эти уже настолько эти древние старушки Там эти, в старое поколение уходят, а молодежь не приходит Потому что зарплаты маленькие, ну и соответственно там это все А энтузиастов, которые раньше делали науку, сейчас практически нет уже Очень мало осталось, те, кто, ты знаешь, едут на полярные станции, там едут в Антарктиду, там все там То есть за деньгами только Вот в этой будке, это будка выдержка радиозонта, энергетическая будка Ментерируемая она Здесь вот находится вентилятор, он делает толпок воздуха, чтобы зонт принимал эту, ну, температуру, воздух окружающего И здесь вот установлен у нас радиозонт на выдержку Рядом с нашими штатными приборами, которые на месте снимают И идет, вот фиксируется, то есть то, что снимается по нашим приборам, наверное, это здесь И то, что дает радиозонт И локатор автоматически сравнивает показания эти Если показания расхождения много в допуске, значит радиозонт готов к выпуску Вот сейчас радиозонт выдерживается перед выпуском здесь Будка, минимум, там вентилятор, протяжка, все это все Вот эти вот два прибора висят Это волосяные гигрометры Натемает волос силоведческий Волос имеет свойство от влажности менять длину И таким образом меряется влажность воздуха Но это в холодный период Они готовятся к зиме А в летний период, вот термометр такой, там два термометра Один смачивается, один сухой И потом по разнице с мощного и сухого термометра высчитывается влажность Ну и заодно и температура высчитывается Все это потом заносится в компьютер туда, в аппаратуру И проверяется готовность радиозонта к выпуску Работспособность радиозонта За состоянием погоды на Земле Вот в данный момент Какая погода Для того, чтобы дать прогноз погоды Нужно знать, какая погода есть вот сейчас И вот по всей планете Находится вот, то есть и у нас в России, и в Китае, и в Америке Метеоплощадки На которых нам даются за погодой Раньше наблюдали в основном все вручную У нас стояли будки такие специальные, вот наподобитой Где висели термометры, самописи стояли И восемь раз в сутки приходил наблюдатель, замерял все это Записывал вручную книжку Потом обрабатывал, составлял телеграмму вручную и отправлял Сейчас все делают автоматы Или роботы, как называют их Вот у нас автоматическая метеостанция Вот это вот идет Датчик ветра Вот показывает скорость направления ветра Вот в этой ящике стоит процессор И там же стоит датчик температуры и влажности К нему уже датчик на почве На почве там лежит Замеряет температуру почвы И подключен осадкомер Если будут осадки, он меряет осадки автоматически Раньше осадки мерялись как? Стояло специальное ведро такое Ну, определенного диаметра Выпадали осадки И два раза в сутки их сливали Замеряли специальный стакан осадкомерный И вручную записывали Сейчас заменяется автоматически Все рассчитывается и идет все в это Автоматически, даже телеграмма автоматически отправляется Плюс у нас еще наблюдается за солнцем На нашей метеостанции Таких вот метеостанций немного Если вот как это За погодой наблюдают у нас где-то около 40 метеостанций Ну, грубо так, я говорю, по прямой скакая За солнцем наблюдают Сейчас, по-моему, только две осталось Ну, вот такая установка только у нас Это в садгороде стоит Вот эта установка у нас Автоматический актинометрический комплекс То есть это наблюдение за солнечной радиацией То есть наблюдается прямая солнечная радиация Рассеянная солнечная радиация Отраженная, суммарная Ну, то есть все виды солнечной радиации, которые приходят сюда Она работает в автоматическом режиме То есть она так сделана, что Отрегулирована по месту положения То есть там с добитой координатой Широта, долгота, все И время на него идет, все высчитывается Она сама встречает солнце на восходе Солнце встает, она уже на него нацелена И вот сейчас, смотрите, вот она вот Как на солнце, идет за солнцем идет Напрямую Ага, сейчас все Вот эти вот два шарика, они Затеняют два дачка Там на них стоят три дачка Вот два дачка затеняются Один датчик не затеняется И получается, вот затененные датчики Мерят рассеянную радиацию То есть прямая не попадает Только то, что рассеянная А Незатененную суммарную То есть и рассеянную всю И плюс еще там стоит датчик, который меряет прямую Который строго на солнце нацелен То есть прямую радиацию меряет А вот эти стойки стоят Мерят отраженную радиацию И потом, когда все это обрабатывается В итоге замеряется, сколько тепла от солнца пришло на землю Сколько пришло, сколько отразилось, сколько осталось И вот можно понять Ну, какая еще отражающая способность Зимой, допустим, снег Отражается почти все Вот сейчас вот много тепла остается на земле Летом особенно много остается На зеленой траве И это все идет Для Уже для науки в основном Потому что вот Для прогноза погоды Такие данные не идут Но они меняются мало И они где-то раз в 10 лет Корректировку им носят так Вот озон меряется по косвенным методам То есть сам озон мы не можем замерить Но по прохождению Солнечного света через атмосферу Так как озон Фильтрует ультрафиолетовую часть спектра И вот этим способом можно замерить То есть там вот разные есть эти вот фильтры Меняются их на двух фильтрах И потом специальная программа Высчитывает содержание именно Спектра этого озона И высчитывается содержание озонового слоя Толщины озона Эталонные приборы Вот они находятся Которые они в Швейцарии Там эти вот эталоны Там эталоны все находятся Там у них специальный этот Добсонский прибор Там призма выточена из этого Из горного хрусталя Она раслагает как призма Знаешь, помнишь этот школьку Спектр От красного до фиолетового света И плюс еще ультрафиолет там идет Это вот от старой установки у нас осталось Активно-метическая Которая была не автоматическая такая Ну как полуавтоматическая Этот датчик вот затеняется вот этим кольцом специально От прямой солнечной радиации То есть принять только рассеянную Если там вот принимать теми шариками затенялись За счет того, что она движется А здесь вот не движется Он стоит статный Вот затеняется Кольцо падает тень на него Специально она вот этот Мы его регулируем Когда вот меняется высота солнца И это здесь постоянно Направлено на строго Вот север-юг Вот это север Там юг получается И вся площадка такая сложная Вот та сторона строго север Это как вы его назвали? Здесь ну как вот Перонометр этот Замеряет рассеянную солнечную радиацию Ну им уже я так понимаю не пользуются Да? Не, ну сейчас он пока подключен еще Ну то есть ну как провели Ну потом переключат на ту Ну а вообще сколько эмулет? Когда он установлен? Ой, вот эта установка самого Больше 30 лет застает Давно уже Ну датчики естественно меняются А датчик простой Вот можно вот подняться по этой лестнице Посмотреть Там сделана как шахматная доска Вот этот прибор называется гелиограф Очень уже старый прибор Ну давно такие приборы используются Очень простой Но довольно-таки эффективный Интересный прибор Он здесь вот как? По принципу То есть вот Стеклянный шар Который постоянно фокусирует Солнечный луч На бумажную ленту Специальной бумаги ленты И там идет Прожигается Полоса И по этому прожигу Лента разбита по часам По этому прожигу Можно посчитать Сколько времени В этот день было солнца Если туча зайдет на солнце То прожига не будет Будет пасмурный день Лента вообще будет чистой Без прожига Вот как сегодня день ясный Прожиг будет по всей ленточке И там можно будет Прямо по часам разбито Почитать Ну с точностью До одного часа Где-то десяти минут Почитать сколько это было солнца Все Можно даже дадим посмотреть Зарезать Как она все это прожигает Даже вот дым идет Видит как прожигает Лучиком Обычно детям самое интересное Посмотреть как это все И вот Он кстати тоже Поверяется Калибруется Все Чтобы там все было правильно И вот Разные паузы Летом В нижний пауз Оставляется Потом Весна-осень В средний А потом Зимой Вот на зиму Вот Верхний паз От угла солнца Зависит Все это Планчет с марлей Называется планчет В этом марле Закладывается Закладывается на сутки Ровно И за сутки Все что упало на нее То есть Радиоактивные осадки Меряется Она потом собирается Отправляются В авиаторию Там ее сжигают И по этим Ну Замеряют Какие радиоактивные осадки Упали За эти сутки То есть По изотопам Там все это Это вот Чисто вот как Что упало Просто все это Такое Это вот на судах Когда это запускают Вот на судне Такой ангар Там особо не построилось И для того Что там запускать Такие радиозомби На судах Они закрываются Там закладывалась Оболочка Наполнялась она И в момент Рудская зомба Открывалась И из зонта летала А это вот Штумит в будке Это что такое Это установка ВБУ Тайфун Называется Фильтровальная Возоподована установка Вот фильтр Фильтр сканет Закладывается сюда И через дню Отягивается воздух И потом По площади фильтра По скорости Вот закираем Скорость И по времени Вычисляется Объем воздуха Возоподована И потом Опять же Фильтр закираем Глобаторию И отбираем Загрязнение Опять же радиофилы Загрязнение Пока у нас По ощущениям Прям Ну вот По ощущениям По ощущениям Получается Получается Мониторс Это автоматический Метеорологический комплекс АМК Или можно Как автоматическая Метеостанция Вот он выдает То, что на площадке Вот Скорость Направления ветра И вот Так же Есть максимальная Вот что наглядно Показывает Откуда ветер дует Северо-северо-запад Получается Скорость Его Порыв И вот максимальный Порыв За 3 часа Температура 5,3 Точка росы Влажность Давление Так же Сразу В миллиметрах Как-то паскаре И так Наглядное давление Плюс Тенденция Все это идет Все характеристики Вот осадки Ну осадков нет у нас Мы либо осадки Мы либо осадки Показывали бы Как это все Это вот Телеграма Автоматически Он составил телеграму И автоматически Передает Вот это управление По каналам Ну по каналам интернета Все Это вот Закодировано Все Тут наша станция Время И все эти данные Что дает Та же Температура почвы И вот Можем Мы можем Тут Удобно Можно просмотреть То что было Раньше Вот если взять Допустим Просмотры Вот И вот Предыдущие Вот эти Сроки Все эти У нас когда Вот осадки были Смотрим Сейчас мы Дайдем Давно Осадков не было Через каждый час Идут Поэтому Много Вот видите Были осадки Когда Вот оно Выпадали Вот как они Я вот В обратном Иду Как выпадали Осадки Сразу Показывали Сколько Сколько За час Сколько За три Часа За сутки Сколько Было Осадков Менее понятно Будет Все Тут просто Вот Чисто Вот эти Вот Прямая Это как солнце Идет Вот Облаши Снет Они Все Ровные Такие Когда Облака Все Прыгает Скачет Все Отопление Холодно Моя Проблемы Сейчас Со светом Вы-то открываете Вы-то закрываете Ну правильно Что это Все Пойдемте сюда Заходим Здравствуйте Здравствуйте У нас браку нету В этом месяце По-моему РДжкам По-моему Нету Значит Вот это Я с отсчета Удаляю Да? Да я Там сам Удаляю Вот тот Радиозонт Выпустили Вот сейчас Летит Идут сигналы От него Вот даже Видите Звуковая карта Обрабатывает Такая обработка И вот На этом Мониторе Вся Эта информация Видна В этой Графике Строится Под температуры Под влажности А здесь Все выдается Дальность Наклонная дальность Радиозонда 32 км Высота Вот сейчас Радиозонда На высоте 12 км Это скорость Подъема Его Температура На этой высоте Вот Минус 47 Влажность 13 Давление 183 И вот Он сейчас Вот идет Так вот Видно Это Покажет Куда Развел Антенна Сейчас Зонд Находится Где-то Юго-Восток Даже Юго-Восток И вот Этот угол И вот Все Это Идет От него Этого И все То есть Мы Запустили И он Уже Сейчас 12 км Высота Да И вот Дает Вот Поднимется Вот Сейчас Где-то Не подниматься До 30 31 32 Вот Вот Крась Эта высота Вот Ну Это Уже 12 тысяч Там Уже Только Грузовые Летают Пассажирская Летает Чуть Пониже Вот На этой высоте Вот Ну Вот Ну Довольно Там Тепловая Тепловата Да Там Обычно Там Минус 50 Минус 27 Обычно Когда летишь На самолете Горят За бортом Такая температура Ну Вот Где-то Там На высоте Летит По-свежески Где-то 9 8 7 Там Она Кстати Вот Эта информация Очень нужна Для этих И для Синоптиков Которые Дают Провод Погоды И Для Авиации То То Есть Когда Самолете Идет Нужно Знать Ветер Встречный Попутный Там Все Это Ну Сейчас Температура Влажность Там Газовые Фронты Все Все Видно Все Хорошо Здесь Все Замесят Все Как Мы Берем Наш Выбираем Получается Более Так Подробно Ставят Все Эти Точки Выбирается Вам Машина Все Наши Роги Только Проверяют Корректируют И Там Все Температура Влага Вот Направление Скоро Света Направление Менялось Вот Скорость Небольшая Повыше Маленькая Скорость Потом Все Это У нас Кодируется Сразу В цифрах Все Идет По высотам Все Идет В цифрах И Все Эти Телеграммы Они Все Кодируются Потом Все Обрабатывается И Все Идет В управление Там Уже Обрабатывают Все Идет Не только Нам Идет По всему Всем потребителям То есть У нас По договору Всемирному Это Идет ВМО Информация Идет Открытая Идет В обмен То есть Мы Подаем Свою информацию Иностранным Этим Они дают Нам То есть Китай Япония Америка Информацию Это берут Также Мы Берем Этим Информацию Потому что Для того Чтобы Сознать Прогноз Погоды Нельзя То есть Знать Погоду Только В территории России И Создать Прогноз Погоды Нельзя Знать Еще Территорию Стоит Телетранслятор Здесь То есть От того Локатора Который Стоит На двойке По радиорелейному Инстанции Перейдет сигнал Сюда А здесь Мы уже Перейдем Через Каналы Интернета Через ДСФ И вот Тот Локатор Работает Там Он Стоит На двойке Вот Он Делает Такий Обзор Вот Сегодня Атмосфера Прозрачная Поэтому Тут Все Чисто А Когда Фронт Или Там Этот Айфон Сразу Картина Сильно Меняется Вот Эти У нас Легенда Такая Вот Или Осадки Вот Такого Цвета Даже Грозы Там Бывают Все Видно Но Сегодня Чисто Походу Картина Такая Более Чистая Не Видно Тут Ничего И Сразу Идет И В Аэропорт И В Управление Наше Тоже Съемописком Тоже Он Каждые Десять Минут Дает Обзор Сканирование Все Да Он Вообще Ничего Не весит Самое Тяжело Там Это Батарейки Вот Так Он Запускает Да Собирает А у вас Веревки Готовы Это К нему Да Да Потом Наши Кубки Мотаются Если У нас Ветер Когда Вот Так Вот С Грели Скучно Когда Ветер То Тяжело То Если Он Куда Упадет То Он Не Так Тяжелый Раньше Были Зонты Когда Еще Начала Там Была Батарейка Здоровая Такая Вода Заливная Тяжелая Там И Да Более Моли А Сейчас Все Конечно А Компьютера Вы Тоже Занимали Большие Рести Да У Меня У Ну Допустим Десять Лет Назад Или Пятнадцать Назад Не было Компьютеров Не было Этой Программы Программы Делали Там ГГО Вот У нас Там Обсерватория Воейково Мы туда Ездили Тоже Такие же Наблюдения Бегали На площадку С четырех Часов Утро Там же Солнышко Почти Не заходит Мы Вставали Чуть Свет Некоторые Вставали Еще Раньше Мы Приходили Они Уже Нам Чай Скипятили Бутерброд Все Сделали Вот Все На ходу Было На обед Если Было Время Непогода Была То Тогда Нас Возили Во все В столовую Рабочую Вот А так Мы Обедали Там И все Там В Ваейково Мы Вот И ночевали И дневали Это Какой год Это Примерно 87 89 Вот Так Было Где-то Вот И Был Автобус Там Ну Побогаче Конечно Жили Вот Был автобус Возили нас На экскурсии Мы приезжали Уже заранее Не выстаивали Очереди Огромные А Возили нас На автобусе Уже С готовыми Билетами На экскурсии И в Петродворец Вот И в Екатеринский Дворец Вот В Зимний Дворец Возили Довсюду Были Выставка Там Какая-нибудь Откроется Моне Допустим Туда Везут Вот Потом Посложнее Конечно Стало Вот Потом Мы Уже Забыла Каком же Про сами измерения Про сами измерения Да Вот Это раньше Все делалось Сейчас автоматика Делается Это компьютер А раньше Все что-то вручную Было Вот Это очень интересно Вот Ну давали нам По два По четыре прибора Мы столы Вывозили На площадочку С приборами И Отсчитывали Каждые две минуты Отсчитывали Все разом Кто-то один Говорит Отсчет И мы отсчитываем Потому что У нас был прибор Там эталонный Добсоновский И мы С этим Синхронно С прибором Наблюдали Вот Потом считали Считали Очень долго До часу ночи До двух А потом В четыре Уже надо было На площадку Опять бежать Вот Ну там Недалеко Две минуты И прибежали От общежития Это была Суточная работа Получается Вот такая Работа Была Интересно А сюда Привозили Только коэффициенты Которые мы Потом Включали В наши Вычисления Были Огромные Миллиметровые Таблицы На миллиметровке Мы там Наносили Данные Вот Вычисляли Потом Снимали Ординаты С этих Данных И Таблицы Таблицы Были Большие Очень большие Такие вот Таблицы Здесь Здесь у нас Был Озон От 600 Атмос Сантиметров До 220 Атмос Сантиметров Вот такое Вот было А здесь у нас А еще одну телеграмму Мы даем В ГГУ Сразу же В Ленинград Идет телеграмма Вот в день Две телеграммы Телеграммы Сами Да Кодируем Все Вот вы радистом Наверное Был Нет У нас Раньше Все Ирологи И мы Умели С узлом связи Связываться Действительно Как по рации Получалось Узел связи А сейчас По компьютеру Вот вчерашнее Наблюдение Допустим Я по ним Составляю Телеграмму Включаю Сюда еще Ультрафиолетовую Радиацию Все это В цифрах Вот И По компьютеру Идет В Ленинград То есть Были времена Когда еще Телефонов Не было Да? Были такие времена Что мы По этому Передавали По рации Для нас Это уже Как в космос Ну Формулы Конечно Были Огромные Особенно Надо было Рассчитать Коэффициент Привязки Зенитного Коэффициента Потому что У нас же В зените Вот небо Бывает И пасмурно И тоненькие Облака И вот Эти коэффициенты Мы привязывали К наблюдениям Формулу Вставляли И вычислили В каждой Клеточке Калькулятор Калькулятор Тоже были Не всегда У нас У озонометристов Появилась Машинка Вильнюс Самая первая Вычислительная Машинка А еще Раньше Когда древние Такие времена Были У нас был Арифмометр Может Знаете Что такое Арифмометр Вот не знаете Там значит Надо было Рычажки Такие На циферке Это по линейке Да Это по логарифмической Мы тоже Вычисляли А вот По арифмометру Мы рычажками На цифры ставили Потом Крутили Сколько раз Надо умножить Вот такие Вот были Арифмометры А потом У нас появились Вильнюсы На Вильнюсах Считали Тоже Надо было Кнопочками Значит Набрать Одно значение Перенести Его в верхнюю Шкалу Вот Потом значит Набрать Другое Потом Умножить Или разделить Вот такие Ну то есть Столбиком Никогда не считали Нет Или такое тоже было Не считали Но кто-то до вас считал Я думаю Еще и столбиком Так Нет Они уже сразу Кажется Начали с 56-го года На арифмометрах Считать Так интересно Машина Да Да Спасибо за субтитры